Многим кажется, что кастом это сложно. Так много основ для сборок, просто целое море самых разных свечей. Да и кейкапы подходящие найти сложно, особенно если на сборке ни много ни мало, а около 300 долларов. Но что если скажешь, что за 260 долларов можно сформировать беспроводную клавиатуру в алюминиевом корпусе плейтом из FR4 с шикарнейшими тактильками, которые можно даже не смазать дополнительно, а также безумно красивыми айса кейкапами. И все это будет выглядеть ну крайне стильно. Давно я не рассказывал о подобных бюджетных кастных решениях. И пришла пора это исправлять. Добро пожаловать на канал Вольдемар. А рассказывать именно о такой кастной клавиатуре на основе GK68XS от Skylong с свечами и кейкапами от Акку буду как всегда я, Вова. А так как спонсоры двигателей прогресса канала, начнем с короткой рекламы, после чего приступим к разбору каждого компонента в данном билде. WebKaseo это магазин ключей, на который может по выгодной цене купить ключ для вашей Windows 10 Pro, либо же пакета Microsoft Office. Для этого вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться удобно ли вас способом, после чего добавить в коррекционно интересующий товар, где дополнительно можете ввести еще и промокод VD25. Чтобы получить дополнительную скидку в 25%, с которой та же Windows 10 Pro стоит всего лишь 1000 рублей, а дальнейшую процедуру вы и так уже знаете. Получайте заветный ключ, который останется лишь ввести через параметры Windows, но учтите, что данный способ не рекомендуется использовать для корпоративных компьютеров. Однако, если вы просто боитесь словить вирусняк от фальшивого активатора, которых в гугле просто тьма, все ссылки будут в описании. Ну а мы переходим к основной части видео. На этом канале было уже аж несколько сборок в основе от Skylong, GK61, GK64 и даже GK64XS с кейкапами XDA профиля и свечами Holy Panda. И это в целом довольно популярный бренд среди тех, кто собирает свой первый кастный билд. Оно и неудивительно, примерно за 100-200 долларов можно получить основу с алюминиевым корпусом, которая проста в доработке и ее всегда можно купить в свободном доступе в том же магазине Apple Maker на Алиэкспресс. А главное, есть варианты на любой вкус по раскладке, цвет и кошелек. Если совсем денег мало, есть решение даже в пластиковом кейсе, примерно за 70 долларов, которым потом можно докупить корпус и сделать свою беспроводную, но увеситую монолитную клавиатуру. И наш вариант не стал исключением. Только я сразу взял GK68XS в алюминиевом корпусе и с предустановленным аккумулятором на дне корпуса. И такая конфигурация стоит 185 долларов. И за эту цену вместе с самой основой в комплекте идет тканевый чехол для переноски самой клавиатуры, крайне стильный кабель в черно-красной оплетке, модуль для установки сплит-пробела с двумя установленными стабилизаторами в нем, а также пулер для кикапов и свечей. Конечно, за такие деньги, хотелось бы видеть этот проволочный пулер для кикапов, а также нормальный пулер для свечей. Вместо данного, крайне неудобного, сделано из тонкого алюминия, как это, например, делают Everglide. Сама основа, как я уже успел сказать, представляет из себя металлический корпус на манеру 5DG от KibidiFans, в которой установлена ходство плата с сокетами от Gateron, а плейт сделан из материала, который называется FR-4, он же текстолит. То есть, да, вы правильно поняли. Плейт и сама плата сделаны из одинакового материала, благодаря чему можно свести всякие металлические призвуки к минимуму, так как сам плейт физически не способен резонировать и в принципе должен поглощать любые вибрации, исходящие от свечи во время нажатия. Однако, никакой шумки тут вообще не наблюдается, что довольно грустно. Ведь за эту же цену существуют всякие портико, KibidiLight и прочие бюджетные базы, в которых между плейтом и платой проложена силиконовая шумоизоляция. Тут же, ни на дне самого корпуса, ни между плейтом и платой, никакой шумки вообще нет. А потому, особенно благодаря троймаун конструкции, гула и всяческих ревербераций будет довольно много. Пускай это и решаемо за 9 долларов, сколько и стоит PCB шумка на Алиэкспресс. Но все равно такую вещь, как шумоизоляция, хотелось бы видеть в ките за 175 долларов изначально. Однако, черт с ней. Как обычно, такие косяки придется исправить самостоятельно. Пускай я и не продумал данный момент. И не купил сразу шумку для установки между плейтом и платой. Но всегда же можно взять B-Plast или тот же P-E-Foam. Идем дальше. Стабилизаторы тут Cateron Gen 2. Которые, по идее, должны быть неплохими. Особенно как для стокового решения. Но в суппорте сток выкрывая плейт SFR 4. На GK61 и XS Acrylic ранее даже ставил стабилизаторы, купленные в ZL. Но даже они и цокали, и гремели. Даже после смазки, даже после Band-Aid мода. Будет ли лучше ситуация конкретно в данном билде? Это мы еще посмотрим дальше. Собственно, свечи. Так как абсолютно все компоненты мне предоставил магазин Apple Maker. Нужно было что-то выбрать интересное из того, что было у них. А с ассортиментом свечей у них все слегка грустно. Можно было собрать клатуру на ACCO CS. Gateron, Cherry, Kalebox или TTC. И буду честен. TTC не пускай показались довольно интересными, но хотелось клатуру именно на тактильных свечах. А поэтому со всего списка были вычеркнуты абсолютно все варианты, кроме одного. ACCO. Потому что у них как раз был вариант ACCO CS Blue, тактильный из которых уже много кто хвалил. Да и в целом, это довольно интересно. Что вообще могут из себя представлять свечи, 45 штук которых стоят всего лишь 10 долларов 80 центов. То есть, за 21 доллар 60 центов, можно уже купить набор свечей на ТК Лью Туру. А это на минуточку на 1,5 доллара дешевле, чем кейс 3 Gaterony. Среди которых вообще нет достойных тактилек. И лишь линейки вполне себе неплохие. А что самое интересное, за эту цену ACCO CS постелится в плотной картонной упаковке и аккуратно разложенная. В то же время, даже как самые дорогие свечи от Газью, Икулс и других, приезжают просто в пакетиках. Сами же свечи сделаны немного необычно. Это вроде как череподобные свечи, но при этом крепление сделано на манеру Каил. А сам корпус свеча сделан настолько плотно, что сюда попросту не пролазит нормальный свеч-фильм от тех же Дески. Только очень тонкие. С точной 0,18 мм. Но я сомневаюсь, что в этом принципе есть какой-то смысл в таком случае. Поэтому я просто их смазывал МСД-111, а пружину при помощи ЛДЖПЛ-105. Процесса смазки тут не будет. Потому как реально надоедает. Рассказать одно и то же каждый раз. Как смазывать, можете узнать вы в предыдущих видео. И раз уж свечи мы взяли от АКО, почему бы и кейкапы взять не от ниже? Ах, хотя ладно, кого я обманываю. На Apple Maker просто нет практически никаких других кейкапов, кроме АКО. Хотя их сеты мне все равно были довольно интересны. Поэтому я попросил прислать ISA Neon сет кейкапов. Это довольно крутые кейкапы, которых в наборе аж 157 штук. Но есть один нюанс. Из этих 157, тут по факту выходит 108 кейкапов на фулсайз раскладку и 49 допов. Среди которых есть кейкапы, как просто меняющие общие внешние клавиатуры, так и пара кейкапов под какие-то необычные раскладки. Однако при этом, мне не удалось из данных кейкапов собрать билд на GK73XS. И про использование сплит пробела мне так же можно было забыть. И это при цене в 70 долларов. Даже не знаю. Да, сами кейкапы выполнены великолепно. Необычный профиль кейкапов, приятная гладкая поверхность, да и символы сделаны при помощи двойного литья. Но за такие деньги, хотелось бы иметь набор, который бы подошел под большее количество раскладок. И собственно осталось только собрать. И мне вот стало интересно. А что если вот просто собрать клавиатуру как лего, без каких-либо доработок? Я часто замечаю комментарии под своими видео и под видео коллег по цеху, мол клавиатура за более чем 100 долларов, да еще и которые надо смазывать, шумоиселировать и так далее. Ну и бред. Вот это давайте и проверим. Возможно ли пользоваться клавиатурой, никак ее не дорабатывая. Ставим свечи, кейкапы, подключаем и... Субтитры сделал DimaTorzok Это просто ужасно. Как я и говорил, без шумки в корпусе, основной звук исходящего с клавиатуры это просто гул и лязгание металлических компонентов. Ладно, ну допустим. Мы таки решили чутка запариться и довязали шумку с гаража, который прикупали для вашего Жигуля. Да проложили все это на дно корпуса. Теперь-то звук будет нормальным. Субтитры сделал DimaTorzok Пропал прям явный гул при нажатии. Что уже однозначно неплохо. Но звук все еще достаточно сухой. А главное, стабы особенно сильно портят картину. Поэтому стоит выделить еще примерно полчаса до смотреть хотя бы их. Как это сделать, показывать не буду. Это снималось уже не один раз. Поэтому если надо, смотрите гайд по подсказке в углу. Единственное нововведение, которое я сделал, так это званый Holy Mode. Для которого нужно тонко нарезать тканевый пластырь. И проложить его в отверстие стема стабилизатора. То есть туда, где может стучать скоба об этот самый стем. А еще смазку использовал не Tribal Seize и не Crystal Lub именно для скоб, а Permatex. Который почему-то чаще себя нормально ведет даже спустя некоторое время. Чего не скажешь о Tribal Seize, Crystal Luby и даже XHBZ. Который стоит 8000 рублей за 25 грамм. Ну вот, култура уже гораздо приятнее пользоваться. Пропал противный дребезг. Все длинные клавиши ходят тут очень плавно. Но все равно будто бы что-то не то. Да, Aco Keys Blue отличные тактильки. Но это довольно громкие свечи. С острым бампом в стоке. И те, некоторым все-таки будут бить по ушам. И конечно, в принципе, если вы не сильно привередливы к звуку, на смазки стабов и шумоизоляции, в принципе, можно было бы закончить. Но все-таки, а что можно получить, таки потратив пару часов личного времени. Засмазав все свечи. К тому же, Aco уже простили задачу. Сделав корпус настолько плотным, что туда не встают свеч филмы. А поэтому остается, лишь смазать пружины и сами стемы вместе с корпусом. И забегая наперед, действительно, если вы решили собрать кастом, не поленитесь и доработайте все полностью. Ведь услышав, а главное почувствовав результат, вы поймете, что оно того стоило. Продолжение следует... Если что, можете не перематывать, дабы прослушать еще раз каждый тайпинг. В конце данного видео, будет прямое сравнение к результату в каждой из доработок, где вы более наглядно увидите. Или, правильнее будет сказать, услышите разницу. А пока что, давайте просто подводить итоги. Aco я очень часто обходил стороной подчасти кейкапов и свечей. Раньше они не внушали доверия. Да и сеты ОМК кейкапов были не очень привлекательными. Особенно учитывая, что я пробовал World Tour Tokyo. И капы там были, ну мягко говоря, такие себе. Но Aco явно учли свои ошибки. И теперь их сетой кейкапов... Если вам не нужно собирать бьют на какой-то уж очень экзотической раскладке, по типу GK73XS, реально можно рассмотреть покупки. У них крайне необычные профильки и капов, приятная гладкая поверхность и добротное качество сборки. Свечи Aco KS по праву можно назвать одними из лучших бюджетных свечей. Линейные хвалят за отличную половину стоки, а тактильные, лишь они показались, что крайне приятными. Особенно после смазки. За эти деньги, так и вовсе найти хорошие тактильки просто нереально. Самый минимум это дурок Куала, с ценой вов 55 центов за штуку, а это выходит уже гораздо дороже свечей от Aco. А вот GK68XS, довольно спорная основа для сборки. У скейлонг постоянная проблема, это отвратительно звучащие стабилизаторы. Какие бы стабы туда не поставили, как бы вы их не дорабатывали. Мне доходило даже до того, что я заказывал плейт маунт стабы ZL, и все равно через неделю они начинали цокать. И только применив вообще все существующие способы доработки стабов, есть шанс, что они не будут гримыхать хотя бы через пару месяцев. Причем проблема именно с пробилом. И что-то мне подсказывает, что это именно из-за того, что его можно тут заменить на сплит пробил. Всего лишь сменив модуль, а из-за такого решения, модуль всегда перекошен. Пока основы скейлонг были со сплошным алюминиевым плейтом, ими спокойно можно было пользоваться хоть полгода, смазав стоковые стабилизаторы. И те не издавали даже намека на грохот или даже цоканье. Поэтому если будете брать подобную основу, то сразу ищите смену плейт под нее. В остальном же Билл выжил довольно неплохим, пускай и не без компромиссов. Но что вы думаете о данной сборке? Пишите в комментариях. Я же ненадолго прощаюсь. Не забудьте поддержать видео своей активностью в виде лайк, и возможно даже подписки с ипорожатым колоколом. А увидимся мы уже совсем скоро. Пока-пока. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok